Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас будет нестандартный выпуск Кухни Инфодайинга, потому что мы решили обсудить не кто там как поправляется и кто там как выходит из каких состояний и заболеваний, а мы решили сегодня взять немножко шире, потому что если все наши кухни будут одинаковые, вы потеряете к ним просто интерес. Мы хотим, чтобы она была еще и полезная. Итак, сегодня мы начнем разговор с наших книг. На этой неделе мы опубликовали главу из книги «Инфодайин. Глубина». И на самом деле в этой книге мы идем все глубже, 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 описываем все больше, более глубокие психические процессы. И мы продолжаем издавать книги, которые уже выходили у нас. Мы продолжаем работать по ним в Белоруссии и ищем издателя в России. И по глубинам нашим, по погружениям, вот насколько тебе сейчас зашел наш новый формат курсов и тренингов? Как он изменил твое отношение к инфодайвингу? Мое отношение к… Ну, во-первых, я скажу так, формат изменился, ведение курсов. Уже даже это интересно, самим нам даже. Он когда поменялся. Вот. Ну и глубина изменилась. Вот эти вещи глубочайшие, когда мы описываем в книге. То есть, кажется, заходишь с простого. Вот вообще с самого простого. Но у человека так устроено сознание, что он самое простое выкидывает и игнорирует. И вот даже для примера могу привести. На Ютубе часто пишут, ну так чем вы отличаетесь от психологии? Чем вы отличаетесь от психотерапии? Чем, чем, чем? И при этом в каждом ролике мы говорим про искренность, про открытость, про то, что человек должен стать самим собой и так далее. Ключ в этом. Но человек априори выкидывает это и оставляет важное. Важно я помогаю. Важно я лечу. Важно я. А вот это я, это и есть пустота, которая надувается через эго. И вот когда мы начинаем в книге «Инфодайвинг. Глубина» самые примитивные вещи описывать самыми простыми словами, то мы понимаем, что человек, возможно, их услышит и заметит с десятого прочтения. Но именно в них суть. Ну вот давайте просто точечно задумаемся. В чем суть вообще психотерапии, психологии, инфодайвинга? В чем суть бытия человека? Для того, чтобы он поправился, надо что сделать? В чем суть? Суть измениться. Человек живет жизнь для того, чтобы измениться. То есть стать другим, чтобы прожить и измениться, накопить какой-то опыт. Человек проживает заболевание. Зачем? Для того, чтобы измениться через боль. Боль делает его другим и так далее. То есть, если цель нашего бытия – измениться, приобрести новое состояние. Я бы даже сказала «очиститься». У меня даже так. Очиститься, да. Но ключ возьмем – «измениться». Вот давайте возьмем это слово и напишем просто на бумаге. Вот так. Вот. И я отдельно напишу «ся». Сразу отдельно. И вот смотрите. Слово-то, вот какое оно длинное. «Изменить». А вот это вот «ся». Оно отдельно. «Изменить себя». «Изменить свое я». И вот получается, инфодайвинг помогает изменить. А вот это вот «ся» висит присоской. И это та часть, которую должен сделать человек сам. То есть, это его сознание, его «я» должно измениться. И вот этот вот путь в инфодайвинге мы помогаем пройти. Все, что касается изменений. А вот «ся» – две буквы всего. Сознание «я» надо, чтобы оно поменялось. И вот это возлагается на человека. И вот смотрите. А человек вот это «ся» выкидывает. Ну как-то. Что я буду делать сам? И пишет. «Я не могу. Как я могу измениться? Помогите. Я не могу делать практику зеркала. Я плачу. Зеркало там кривляется со мной. У меня страхи. У меня панические атаки». И так далее. Что мне надо делать? И вот человеку дал практику. Вот делай. Просто тупо делай практику. И у тебя поднимется. Ты пройдешь через страхи. Ты пройдешь через проживание. Ты пройдешь через принятие себя. Ты пройдешь через трансформации, которые сделают тебя сильнее. Осознаннее. Ты изменишься. Потому что это путь. А человек говорит. Пройдите за меня этот путь. Так вот смотрите. Как интересно психика устроена. Измениться она себя вынесла отдельно. А изменить мы помогаем человеку очистить в подсознании место. Убрать кармические истории. Мы помогаем настроить человека. Мы помогаем пройти путь. И говорим. Вот туда надо идти. Туда. Двигай, пожалуйста, ногами. И вот для того, чтобы было понятно с образом физиологическим, человек кричит. Я не могу пукнуть. Я не могу пукнуть. Ну пукните за меня. И мы человеку объясняем, как это сделать. Как, как, как. И вот на самом деле инфодайвинг дает очень много. Без инфодайвинга вот эта ся не будет иметь значения. Без слова изменить ся просто висит. Человек сам себе ничего не изменит. А вот эту вот часть мы делаем. Но при этом есть часть, которую мы до сих пор делать не могли. И вот в книге инфодайвинг глубина мы уже конкретно подошли к тому, что мы сознание я, вот эта ся, уже начали корректировать и менять. То есть, грубо говоря, даже по физиологии. Ну вставил ты человека в кишечник катетер, и он пукнул. Хочет он того или не хочет, а газы вышли. Кому вставлять этот катетер? Кому не вставлять? Каким образом в психике реализовать вот этот катетер? Это же психотехническая база. Это там же трубочек не существует, да, которые надо куда-то ввести и куда-то вставить. Вот. Но при этом мы вот этими вещами всеми начали очень плотно заниматься. И мы их очень подробно описываем в книге инфодайвинг глубина. Насколько это все будет понятно, мне сложно пока говорить. Я знаю, что у людей, когда они подходят к этим темам, включаются панические страхи. Потому что когда мы только начнем говорить про изменения, вот уже сразу же, вот на этом уровне сознания «я», обязательно поднимутся два аспекта. Первый аспект – это взаимодействие с коллективным. Но его еще человек как-то проходит. А второй аспект – это инкарнационный цикл. Мне понравилось, как одна мама в чате написала, как только знакомая, у которой тоже есть проблемы у детей, услышала саму фразу «инкарнационный цикл», она сказала «это секта, беги оттуда, беги». Да? Я понимаю, этой знакомой просто ума нет, да? Но страх, он давлеет, вот это вот животное, когда человек боится секты и попадает в самые страшные секты, если брать огромные, да? Но суть остается та же. Здесь же ты человека возвращаешь к себе. К себе вернуть человека – это не может быть секта. Это не про коллективное, это про индивидуальное, да? Это априори совсем другая сторона медали. И с другой стороны, человек получается, вот в этом страхе, он просто боится смерти. А здесь ключевая тема всплывает. Именно тема инкарнационных циклов человека. Что происходит, как происходит, как происходят перезагрузки и так далее. Потому что катетер вставляют уже человеку, который готовится к переходу, у которого тяжелое состояние, который сам справиться не может. У него нет ресурса. И вот эта психотехническая база и вот эти соединения страхов и так далее, люди просто многие не могут слышать на эту тему. Эта тема уже становится узкопрофессиональной, то есть с точки зрения глубин. И в то же самое время она выдает, благодаря вот этим глубинам, мы выдаем самые быстрые результаты и выдаем по таким темам, которые, ну, просто не медицина, никто, ничто объяснить не может. И начали под это дело эксперименты, достаточно такие жесткие, когда мы понимаем, все, в данном случае медицина отказалась. В данном случае уже шансов на возвращение нет. И мы начинаем работать вот с такими случаями, с фиксацией обратной связи, потому что происходит у человека. Я понимаю, что это даже вот проговаривать сложно, но этот опыт нужен нам, этот опыт нужен человечеству, потому что он открывает совсем другую систему миропонимания, мировосприятия. То есть в этой системе появляется не одна жизнь, когда ты не несешь ответственность за один отрезок времени, вынося ее на Бога, которого, в общем-то, наука нигде найти не может в небесах, но в то же самое время осознает, что это сознание человека с ним каким-то образом связано. А наука, так как она отделила сознание от материи, ну, как она может тогда связать это все в единую цепь? Она не может связать без сознания, как в данном случае дела иметь. И вот когда мы в эти темы входим, да, есть моменты остановок, когда внутри надо самим трансформироваться, измениться и подготовиться к работе, вот к такой сложной работе. А с другой стороны, на сегодняшний день, благодаря вот именно этим наработкам, мы знаем, что уже ряду людей мы просто спасли жизнь. Мы знаем уже даже, как человек будет реагировать, когда мы вмешимся вот в эти процессы его перетекания, его сознания из жизни в жизнь. Вот, например, мы этому даже обучали уже на курсах. Мы рассказывали, помнишь, у нас был курс, когда мы полностью раскладывали инкарнационный цикл и говорили о том, что человек в определенный момент может видеть, во-первых, у него возникает как стена, да, что его не пускает вперед, когда перекрыт инкарнационный цикл. Во-вторых, он может видеть, например, ангела, потому что это связано в подсознании с захватом нового ресурса. Или в белых одеждах, там, мать Марию, или как он себе образ какой положит, или Бога в белых одеяниях. Почему в белых одеяниях? Потому что там речь идет о захвате ресурса, и там идет захват на белом поле. И поэтому вот эти вот образы, они у человека будут в психике, и когда человек потом возвращается, и медицина ему уже помогает вернуться, казалось бы, из невероятного состояния, человек будет вспоминать, что Бог ему сказал, или ангел ему сказал, или святая Дева Мария сказала, тебе рано, тебе вход туда закрыт, например, или сюда пути нет, это здесь перекрыто, или твоя дверь еще не открылась. То есть это будут разные варианты. Но суть в этом. Но факт то, что мы на сегодняшний день можем четко зафиксировать человека и дальше дать медицине время на то, чтобы работать с его телом. То есть здесь может быть взаимодействие, когда мы взаимодействуем по психике и по материи. Это уже не один раз проверено, и мы знаем, что мы этому научились, и мы можем повторить, и мы этому можем обучить других людей. То есть это тоже такой важный момент. И мы сейчас на этих экспериментах находимся, но они опять-таки вплотную. Все, что связано со смертью, оно связано с программами старения. А программы старения напрямую связаны с взаимодействием, с коллективным. Когда мы выходим на программы коллективного, ай-яй-яй, поднимаются панические страхи религиозного тока. И это замкнутый круг, но этот замкнутый круг приходится разрезать, кусками брать и исследовать. Исследовать на чем? На практике. На практике через наши консультации. И вот консультации в последнее время, они просто идут сумасшедшие, и выдают очень быстро обратную связь. Вот мы вчера работали, и сегодня человек 100% попадание в каждый пункт. И что там песок, и что там почка именно правая, и что там грудь именно такая, и что там, и что там, и что там. Хотя человек при этом, когда к нам обращается, он пишет, мне плохо, спасите, у меня давление за 200, и быстренько, быстренько спасите, спасите. И я боюсь, да, страхи поднялись. Я там работала, у меня страхи поднялись. И у нас вводной информации практически о человеке нет. Даже фотографии нет, ничего нет. То есть есть только имя и фамилия, даже без отчества. Есть имя дочери, которая оплачивала. И вводная информация, давление, плохо, спасите, помогите. И дальше расклад полностью и рода, и болезни, и болезни в роду, и, 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 и. И сегодня человеку уже заметно легче. То есть не прошло и суток. Хотя на психику мы обычно отводим трое суток. То есть на сработку нашей, чтобы психика отработала все то, что мы делали, в разделе «изменить». А раздел «ся» в данном случае мы не трогали. Мы человеку дали задание, чтобы он делал сам. Потому что этот человек не умирает. Даже когда у него давление 200, он все равно еще не умирает. Он может двигаться сам. А вот когда он уже двигаться сам не может, тогда мы можем уже вклиниваться и в раздел «ся» и вести работу. И тогда ответ на вопрос тех, кто кричит и задает вопросы по поводу инфодайинга. Это же психотерапия, это же психология. Смотрите. Вот просто посмотрите на схему «измениться». Если мы посмотрим с точки зрения психотерапии, садится психотерапевт или психолог, садится вот это я, вот точно так же через черточку, и разговаривают друг с другом. Для того, чтобы привести вот эти качели, изменить и ся, изменить и ся, изменить и ся. И катаются на этих качелях, чтобы был более-менее баланс, чтобы человеку комфортно жилось. чтобы ему болело, но не так сильно, чтобы он не бросился с крыши. Но при этом боль не убирается до конца для того, чтобы качели продолжались. То есть полегчало, накатило, полегчало, накатило. Вот психотерапия, вот психология, потому что здесь два элемента работающих. Что делаем мы в инфодайвинге? Мы выносим себя, свое я в наблюдение. И мы наблюдаем здесь, и мы наблюдаем здесь. Здесь мы работаем с изменить, и мы работаем ся. Мы заставляем ся двигаться, и мы конкретно помогаем, зачищаем вот это изменить, чтобы ему было где идти, прорубаем ему дорожку и показываем, в каком направлении идти. За счет чего мы делаем вот эти вот изменения? Вот это делает конкретно инфодайвер. То есть есть оператор, который работает с инфодайвером, который входит вот в это ся, очищает поле, по которому он будет идти, где он будет менять информацию. Как лапароскоп. То есть три. Три элемента в цепочке. Не два, а три. Тройных цепочек нету. Ни в психотерапии, ни в психологии, ни в эзотерике, нигде. Почему нет? Потому что и здесь, и здесь на качелях есть эго. И эго должно обязательно присвоить результат. Ведь если ся не обладает должным уровнем осознанности, и поэтому оно болеет, то есть надо включить сознание у этого я. Сознание у я. Мы включаем вот это ся. И вот это вот ся, когда у него нет сознания, у него здесь есть эго. И точно такой же человек отражается в зеркале. Психотерапевт, психолог, экстрасенс, эзотерик. Отражается и говорит. Я отражаюсь в зеркале, и мое эго точно так же отражается в твоем эго. И значит, я с тобой работаю, я тебе помогаю, я. И здесь два я, и два эго. И таким образом разворачивается игра. Когда мы работаем через инфодайвинг, есть осознавание себя в субъективном восприятии. Я, как единое целое. Это все я. И мне не надо ничего присваивать. И мне не надо никому говорить, что это я, это я, это я. А это я, а это я. И в пинг-понг играть, да? Нет. Я априори знаю, что это я. И все, я уже успокоилась на этом. А дальше инфодайвер заходит, и здесь вместо эго появляется чистое сознание. А чистое сознание уже может включать и перезапускать новую информацию. Переформатировать то же самое эго, ту же самую программу ума, то же самое высшее я и так далее. И таким образом вот эти изменения можно сделать за человека. Сегодня мы можем это говорить. При всем том, что мне, например, тогда становится тоскливо, потому что я понимаю, что в моем зеркале появился робот-автомат, ленивый и безмозглый, который вообще не хочет заниматься собой, которому неинтересна жизнь. И тогда у меня вопрос, а зачем тебе эта жизнь, если она тебе не нужна? Иди на перезагрузку. Чего ты тогда меня беспокоишь? Это касается всех, кто еще может ходить своими ногами. А вот те, кто уже все потерял надежду, медицина отказалась, и у них действительно нет шанса, вот с теми тогда можно работать и перепрограммировать, и помогать выйти и так далее. Потому что понимаешь, что когда человек теряет сознание, вот если бы Моресев потерял сознание, он бы не дополз. Но при этом он так хотел жить, что он полз, да? И он выполз, и он научился ходить и так далее. Вот есть фаза, когда человек теряет сознание и не может ползти. Вот на этой фазе можно ему помочь. А дальше, когда он начал двигаться, надо просто ему указывать направление движения, потому что... Потому что... Вот это очень важный момент, потому что вот эта вот часть, если здесь большое эго, вся, оно раздута, то оно качает пустоту. И тогда вот это вот я, оно вместо сознания, вместо силы, оно становится пустым. Пустым и слабым. И человек деградирует. Оно огромное, но человек при этом деградирует. И видеть в отражении деградирующее сознание, конечно, ни одна симуляция не позволит этому быть. И в какой-то момент включается перезагрузка. И это факт, господа. Поэтому, когда мы вот эти вещи видим, когда мы их осознаем, мы стараемся их положить в максимально простые объяснения. Вот уже на трех пальцах объяснить. Да, нам кажется, ну совсем, вообще просто разжевали. Ну это просто. А теперь смотрите, мы осознаем, что это настолько просто, что человек скажет, ну да, это так. Я объясню. Ну да, к чем вы отличаетесь от психотерапии? Да. Угновенно. И пошли по новому кругу. Благо, есть видео, и мы специально пишем это в кухне, а не через стрим, чтобы это видео не удалялось, не закрывалось. И если хотите, пересмотрите 7 раз, потому что объяснения от этого другими не станут. Мы максимально просто изложили все, что мы делаем. А обратная связь, когда мы получаем, вот буквально последнее письмо, сегодняшнее, которое пришло. пришло. Вчера работали. Дорогие, дорогие, три раза прослушалась, законспектировала консультацию. Мне 62 года, куча заболеваний, был рак груди. Шесть лет тому назад астма, гайморит. Вот искала ответ в эзотерике. У бабушки мамы тоже был рак. У меня есть сын, про него-то точно натворил дел. А я что, я ничего, расхлебывайте сами. Так играли, все скрывали. И пошли, поехали. Каждый пункт, который здесь описывается, он не был проговорен в консультации. Он был поднят нами, как первопричины, зачем нужны были эти заболевания, почему в роду болели, почему не только ты одна бы болела, а за тобой бы еще болели и твои дети. Потому что, вот я приведу один пример, просто это реальный пример из нашей работы. Там человек умирает, он сейчас находится в хосписе, и мы взяли вот этого человека конкретно в эксперимент. И уже все казалось бы. И когда мы начали поднимать подсознание человека, оказывается, когда-то, когда-то на уровне рода кто-то там из его дедов отравил корову у соседа. Корова сдохла. Но там были дети, дети пухли с голоду и пошла развиваться история. И теперь в каждом поколении обязательно хоронят мужчину вот в том возрасте, в каком дед отравил корову. Блин, но это же не перекроется просто так. Это глубина подсознания и это циклическая ошибка, которая включается на злости и на зависти. И как только попадаются, формируются окружающие условия у человека, то есть поднимается злость и зависть, у него снаружи идет зацикливание на злость и зависть, все, у него пошел разворот событий. И таким образом род разлагается. И таких примеров может быть очень много. И на курсе, замечу, у нас как раз на этой неделе был курс род и карма, мы на этом курсе поднимали как раз такие циклические ошибки, когда идет зацикливание, идет развитие заболеваний и казалось бы, ну вот как это, двоюродные братья в каждой семье поумирали по ребенку. Ну там умер, там умер, вроде бы они не в одно время, вроде не связано и там рак, и там рак, ну какая разница? А на самом деле это все связано. И в психике это раскладывается веером, и вот как карты. Ты можешь даже заранее сказать, вот у него вот тогда-то умрет тот-то, потому что там все математически точно. Единичка, нолик, единичка, нолик, единичка, нолик. И вот эти вещи, когда поднимаешь, когда мы сами поднимаем, оно как-то, ну мы уже привыкли к этому. А теперь смотрите, мы сейчас проводили этот курс «Карма и рот» на этой же неделе. Это тоже наша новость. И там просто сумасшедший был курс. Столько слез, столько осознаний, столько озарений. Мне понравилась обратная связь про курс, когда написали, это был курс для избранных. Потому что такой глубины не было никогда. И чем еще хороший этот курс был, ну и перед этим, вот формат самого курса, что сколько человек вот на курсе и каждый из них проживает вот это количество опыта жизней. То есть с каждым человеком мы работаем и каждый из этих человек проживает всех. То есть весь опыт. Он у себя поднимает эти же моменты. И даже у нас... Множество жизней за одну жизнь. Да. И даже у нас вот получается вечером взял в отработку человека, а утром ровно по такому же запросу. И вот из моего подсознания пришел запрос. И я понимаю, вот эту историю закрыли, значит, сейчас вот это закроется. И в моем роду тоже, потому что мы все зеркала, мы все не случайно там собрались. На этой глубине нету ни одного случайного человека, ни одного случайного действия, ничего. И при этом идет очень сильное расширение сознания человека. Потому что, господа, вот в этой вот схеме измениться вот это вот я, которая включила вот это все на своем поле, оно однозначно обладает огромнейшим опытом миллионов проживаний, осознаваний и так далее. Огромнейшими знаниями миллионов и так далее. Вот это вот я, оно есть в каждом человеке, оно на самом деле едино у всех. Но осознавание этого единства, оно приходит только через опыт. А как прожить в одном теле опыт миллионов? Вот это самая сложная задача. Можно через консультации по одному, а можно вот так вот на курсе, когда через коллективное сознание прогоняешь и в выхлоп, и тогда расширение идет у всех, изменения идут у всех, обратная связь офигенная. И понимаешь, что у человека после этого жизнь другая. Вот это практическое расширение сознания, вот это практическое, практический доступ к знаниям, вот это, вот это, вот это. И это все не про коллективное, это все про индивидуальное, потому что здесь в основе субъективное восприятие. Представляете? То есть здесь нельзя сказать, что это там религия, это там секта, это там ашрам или еще что-то. Исключено. Потому что сам формат, ты один на один с собой. И то, что сейчас технически дает онлайн, это, конечно, невероятная штука. То есть, когда мы работаем, и у человека осознавание идет за огромное количество жизней, не только своих, но и чужих. Но тебе кажется, что они чужие, но при этом это же ты. Это все ты. Пока ты не осознаешь, что это все в зеркале ты, ты не можешь выполнять роль вот этого я, которое может изменить и помочь вот этому ся осознать свое сознание, этому я бессознательному, у которого есть коллективное бессознательное изначально. Да? И когда мы заглядываем к вам в бессознательное, ну, конечно, если ты спишь, у тебя нет мозгов, у тебя даже мозг вынесен, как мы описываем в книге Инфодайн глубина, ты все вынес, ты все расплескал, ты даже свой физиологический мозг готов наделить правами и полномочиями только, чтобы не взять ответственность за свою жизнь. Да какое у тебя там сознание? Там ничего нет. И вот этот вот нет, конечно, он не может ни на кого влиять, ничего не менять, никого вылечить, ничего. Он может только дуть понты эго и рассказывать, какой он крутой. Если ты такой крутой, покажи результат. Кстати, и на тему результатов. Мне понравился один вопрос, там на ютубе спросили, а какой результат? Вот у меня тоже есть результат, а результат это с вашей стороны или с его стороны? И там вот такой вопрос, я поиграю в результат? Уговорю я человека сказать, что ему стало лучше? понимаете, я когда прочла этот вопрос, я понимаю, там у человека такое в мозгах наворочено, просто узлы завязаны, вот такие вот морские, и он настолько хитрит и лжет самому себе, там ни про открытость, ни про искренность, вообще речь не идет. Я не знаю, как вообще человек живет и насколько он здоров вот при таком мозгокрутстве в его же собственных мозгах, потому что если результат есть, то это единичка, если результата нет, то это нолик. Результат какался, не какается, не ел, ест, не смотрел в глаза, смотрит, не ходил в школу нормальную, был там на индивидуальном обучении, или там не допускали, или ходит, и пошли единичка, ноль. Какие результаты вы еще хотите? Ой, мне сказали, что там полегчало, а потом снова стало хуже, а потом снова стало лучше. Нет, это процесс работы, это еще не результат, это рабочий процесс. В процессе, когда вы работаете с человеком, ему может становиться лучше, может становиться хуже, вы можете наблюдать, и мы на это тоже точно так же работаем и наблюдаем. Мы видим, например, мы ребенка освободили, у него пошел процесс, хобана, вдруг ни с того, ни с сего, включаются эмоциональные качели у мамы, потом у ребенка включается процесс заболеваний, у мамы эмоциональные качели выключаются, а у ребенка наступают ухудшения. Но очевидно, что в данном случае мама не выпустила ребенка из игры. У мамы нет своей игры, она сказала, давай-ка мы поиграем, продолжим. Значит, с кем надо работать? Маму. Кому надо треснуть по лбу? Маме. Если ее треснешь и загонишь в собственное восприятие, в собственную боль, да, потому что, ну, если человек головой не понимает, значит, он понимает через боль. И вот тогда через боль она отпускает ребенка, сама плачет, осознается, заполняет анкеты и выходит. Но сперва открыла клетку, выпустила ребенка, потом вышла сама. Вот это самый простой вариант, и мы этим путем часто идем. но иногда ты видишь, мама готова, открыта, а ребенок почему-то не идет, да, случаются какие-то стопы, и тогда ты ищешь, где эти стопы включаются. Эти стопы могут прийти из рода, могут прийти из кармы, могут прийти, причем из психики они приходят в невероятных образах. Вот у нас последние две консультации даже стыдно было вслух проговаривать. То есть мы понимаем, что там на обратном конце будут слушать видеозапись люди, скорее всего даже имеющие медицинское либо образование, либо медицинских родственников, и вот они получают, а там шиза. А что если это шиза рабочая? Ее не говорить, подстроиться под мир, тогда не будет результата. И вот каждый раз у нас есть такая точка компромисса. Как тебе вчера было? Это ты Жуков имеешь в виду? Да, Жуков в том числе. Порой я и задумываюсь, не то, что даже задумываюсь, а ну да, произносить, не произносить. Но потом я понимаю. И каждый раз, скажи вот, каждый раз произносить надо именно однозначно надо произносить. Потому что, потому что, когда ты произносишь, оно осознается где-то очень глубоко. Именно человеком. И запускает какие-то механизмы. Вот именно цепляет из глубины. Это как, вот, казалось бы, дверь, она дверь, но в ней есть замочная скважина, и к ней идет ключ. И ключ вообще как-то не соизмеряется с дверью. Если вы раньше не видели ключа, и вам показываешь ключ, он сразу не ассоциируется с дверью. Но когда вы уже знаете, вы понимаете, это ключ вот от этой двери, да, потому что там в ней есть замок. И вот, когда работаешь, точно так же ты открываешь иногда замки, причем очень фееричными ключами от тех дверей, которые ты никогда в жизни не видел. Но самое главное, чтобы эта дверь открылась. И когда дверь открывается, информация одна сменяется на другую, освобождаются чувства, идет включение в жизни, человек начинает осознавать, зачем он живет, зачем заболевание, появляется определенная готовность работать. Что мне вообще в этом нравится, что если уже случилось такое, что с нами человек поработал, у него уже обратного хода нету. Все равно, даже если он остановился, даже если он там завалился в своей какахе, даже, даже если у него все равно в жизни будут складываться так истории, чтобы он двигался в развитии. То есть, его сознание поняло, что его можно разбудить. И дальше он его запинает ногами. Пусть без нашей помощи, но запинает. И мы это уже четко знаем, четко осознаем. И осознаем, на самом деле, насколько глобально большую работу мы делаем. То есть, на сегодняшний день мы вносим в массы, в коллективное, ту информацию, которая всегда была сокрыта. Она всегда была табуирована в силу того, что люди боялись, что она даст власть. Но они не осознавали, что тот, кто уже сюда пришел, это не его стезя. У него выключено эго. Сюда с эго не приходят. И в то же самое время это эго, оно есть. Оно все равно есть у человека. И поэтому страх у людей окружающих, которые не до конца осознают вот эту часть, у них он, конечно, присутствует. Я очень часто в глазах людей читаю страх. Вплоть до того, что даже в лифте. Если я еду, так поднял глаза на человека, если столкнулся с глазами, я очень часто ловлю страх. И мне даже странно, почему, что я такая страшная, что ходишь, ржешь, шутки кидаешь. Ну, если вам страшно, смотрите на нашу работу. Человек боится сам себя на самом деле. Так он сам от себя бежит и сам себя боится. Именно, да, именно это и есть то, чего боится человек самого себя и бежит, сломя голову от себя. Первые три консультации, что делает человек, пока мы поработали, пока психика еще включается. Он все время убегает от себя в страхе. Он так боится сам себя, все время убегает от себя. Это уже привычно. То есть у него начинается топание ногами, крики, вопли, мне плохо, у меня там разнос, у меня та-та-та-та-та-та-та. И ты понимаешь, накрыло. Ничего. Когда камень булькает воду, сперва идут круги по воде, а потом же успокаивается все, снова вода нормальная, но уже там над ней есть камешки, которые фиксируют и делают психику устойчивой. И если это кремний, то еще и чище водичку делает. То есть разные образы можно привести на эту тему. Но на самом деле цель инфодайинга и ключевое состояние рабочее, это состояние, связанное со счастьем. Потому что в инфодайинге для перепрограммирования и для того, чтобы вот эту часть опять я ее подниму, для того, чтобы делать вот эту часть, изменить. То есть в нашем плане это очистить. Мы удаляем просто поломанную информацию, грязную информацию, чистим зеркало, как мы говорим. Потому что в подсознании ключевое это зеркало, оно должно быть прозрачным, оно должно быть чистым. Там чистое сознание должно быть у человека. И тогда психика устроена правильно, гармонично, когда там чистое сознание. Но чистое сознание обычно вот в серединной части заменено, заляпано грязью, эмоциями, фекалиями, чем хочешь. И первая задача наша это вот эту часть снести, удалить эту информацию, чтобы проходил свет внутри человека. Поэтому после нашей работы у человека часто блестят глаза, у человека есть внутренний свет и так далее. У него есть ресурс, у него хватает сил, энергии и так далее. на все. Вот это тот момент, который у инфодайинга очень важный, потому что здесь ключевое состояние счастья. Потому что второй вариант работы с информацией это из страха. Вот представляете? И даже мы осознаем, что вот эту вот часть, когда вся перепрограммируешь, здесь иногда осознанно надо использовать страх. Потому что если ты не поставишь якорь страха, то не зафиксируется. Потому что человек не в состоянии, пребывает в состоянии счастья, когда он болен. И очень часто люди не знали этого состояния. Вот это, конечно, бич, когда люди не знали любовь, не знали счастья, не знали искренности, не знали открытости. Когда вместо этого, когда за любовь принимаются ограничения или забота, или контроль. Когда за счастье принимаются какие-то машины, квартиры, подарки, деньги и так далее. То есть вот так смотришь и понимаешь, а у человека вообще опыта не было этого. Вот это самые тяжелые случаи для работы, потому что, а как ему вот этот опыт получить? И в этом плане, опять-таки, формат наших курсов, он позволяет этот опыт получать тем, у кого этого опыта не было. И у нас на курсе вот сейчас были люди, у кого не было опыта любви. А этот опыт приобретен прямо на курсе, прямо через проживание. То есть вот это это невероятный формат, он сложный для нас, но он необходим и нам тоже. Мы не просто так его запустили, потому что мы осознаем, что расширение вот я, я, расширение я и осознание вот этих моментов мироустройства, возможностей своей психики, возможностей создания гармонии в окружающем пространстве, а это на самом деле это силовая часть, очень большая силовая часть, она возможна не только при чистом зеркале, она возможна, когда ты осознаешь огромное количество людей, их историй, и ты можешь отражать этих людей, отражать их вот просто как в зеркале. Ты читаешь сообщения и ты просто раскладываешь внутри подсознание человека именно за зеркальную часть очень глубоко. и вот эти вот процессы, они привели нас опять к работе с черной, с белой, но на новом витке. И эта работа по перепрограммированию, она возможна только при соединении физических процессов с психическими, одномоментно. То есть здесь мы находимся в физических телах, а черное и белое это психические тела. И получается одновременная работа с четырех точек наша психика состоит из четырех секторов, если вы помните, кто читал. Так вот, это все обязательное условие. И на сегодняшний день мы дальше, дальше из глубины расписываем эти вещи для того, чтобы они опять-таки вышли в открытый доступ. Чтобы они остались, чтобы пускай через 10, 20, 30, 50 лет нашлись те, кто сможет это дело использовать. Когда-то кто там был? Леонардо да Винчи, да? Или Нострадамус. Кто из них предсказывал, что там будут летать стрекозы больше человеческого размера и стрелять, что-то делать? В общем, там вот эти описания великих в прошлом. Но ведь они куда-то заглядывали. Кто сказал, что они считывали, они создавали? А ведь их сознание создающее. И это такие вопросы. И не только их. Создающее сознание. Вот самое интересное, мы вот эти вещи рассказываем, мы ведь рассказываем не только про себя, а не столько про себя. Мы рассказываем про вас. Мы рассказываем про то, что каждый человек это может. Про нас вообще. Про нас. Да, мы рассказываем про нас. Вас, нас. Про сознание человека вообще. Каждый человек может создавать своим сознанием. Каждый человек может... Прости, дорогая, не только может. Он создает. Только он не осознает, что он создает. Что он создает. Да, так и есть. Когда человеку... И не верит сам себе. Когда человеку говоришь, держи внимание на счастье, А человек держит внимание на... Ой, у меня по телу опять прошел страх Просто волна прошла страха И ты понимаешь, да мозг у тебя ушел вот в этот момент Потому что надо не на волне страха держать внимание А надо внимание держать на счастье Для чего тебе сознание? Для чего оно тебе дано? Почему ты считаешь себя, что ой, прошло, прошло Кто прошло, что прошло, откуда прошло? Ты же ведь сам себе сейчас в эту минуту лжешь Просто тупо лжешь Потому что тебе на самом деле в этот момент надо внимание И просто перенести ответственно И вот когда сталкиваешься с этим Вот это, наверное, самое простое с нашей точки зрения Сказать человеку, слушай, перенеси внимание И все, и держи внимание здесь Самое простое Нам кажется, это вообще просто Пукни Пукните за меня, пожалуйста Потому что у меня волна страха Побежала Точно И здесь возникает очень много вопросов На самом деле Здесь вопросы возникают и по воспитанию И по обучению И по образованию И по интеллекту И по-по-по Но это все связано с коллективным Потому что человека никогда не учили держать внимание на счастье Человек не знает, что такое счастье А мало того, обесценивали это внимание на счастье? Именно обесценивается Нет На счастье будешь держать, это ерунда Вот сказки, это тоже ерунда Да, волшебство У счастья навязанные образы Вот ты лежишь на побережье в Египте Вот ты в свадебном платье Вот тебе мужчина дарит бриллиантик Вот, вот все У человека спрашивают счастье Человек как тык-тык-тык-тык-тык Готовые картинки перебрал Было у меня такое или не было? Но это все снаружи Подожди, но счастье-то у тебя внутри Ты себе вовнутрь не заглядывал А кто туда должен заглядывать, кроме тебя? И потом, пукните за меня, пукните за меня А мы счастливы Мы в своем счастье пребываем Мы из него работаем Мы тащимся от того, что мы делаем Нам интересно Да, нам это интересно на самом деле И это важный момент тоже Потому что именно когда мы счастливы Когда мы работаем вот в огне, во внутреннем Это и проявляется снаружи результатами Потому что если бы мы работали из страха То результат был бы не такой Более того, тогда бы накрывало нас Потому что есть Мы же работая со своим зеркалом Мы работаем с собой И тем, кто занимается рептилкой Это именно вот Это именно об этом Об этом, да Разрушенное подсознание Именно поэтому они тогда и говорят Ой, тебе прилететь может, да И говорят, что вот там Кто занимается рептилкой, магией, да Там что-то сделал Сделал второй раз Там третий раз, да А потом ты дышь, смотришь этот человек Там что-то с ним произошло И все говорят Вот, прилетело Карма Карма Мгновенная А на самом деле Это мгновенная карма Это сознание человека Человек, когда делает другому человеку гадость Помните? Пример я приводила Сейчас человек умирает в хосписе А всего лишь в роду Не факт, что это не он был этим предком Да? Отравленная корова Соседа Из зависти и злости Казалось бы, как эти события связаны Сумасшествия Нет, господа, связаны А что-то совпали и все Все Но на самом деле Когда работаешь Вот мы говорим Просто так выкидывается Это надо осознать Завершить, удалить И так далее Все это завершается В подсознании Просто так ничего не выкидывается Ты не можешь выкинуть никуда Потому что везде есть ты Понимаешь? Так же, как на физике Да, как на физике Точно так же Ты не можешь выкинуть кусок своего тела Вот ты не можешь просто так Все вот это взять и удалить Точно так же и психики Вся психика – это ты То есть выкидывая что-то Ты выкидываешь Опять-таки в себя Часть себя То есть это надо каким-то образом Осознать трансформировать информацию удалить в архив завершить тоже психотехническая база потому что на ранних этапах когда ты борешься с информацией соответственно ты разворачиваешь игру в борьбу с информацией когда ты играешь в удаление информации ты разговор разворачиваешь игру в удалении информации так далее а задача свернуть игру и еще надо было найти психотехническую базу как вот этот вот парадокс убрать а парадокс убирается через самые простые решения и вот инфодайвинг это набор простых решений в самых сложных тематиках по психике и когда ты эту простоту описываешь она у нас описано когда ты это рассказываешь когда ты это показываешь человек нихрена не соображает пока он не проживет все на собственном опыте вот в таких вот курсах тренингах погружениях и так далее консультация это временная помощь как временно даже если человек поправился да вот он ему стало лучше у него там выключилась заболевание вот недавно прислали там год назад была консультация больше работы не было а у человека уже кажется год нету давления там по здоровью пошли ключевые изменения и так далее и человек год живет нормально у него все хорошо но при этом его же сознание уже поняла что можно развиваться поняла и прошел год пока человек начал осознавать блин но я же не решил ключевые задачи своей жизни я не ответил себе на вопрос зачем я живу и фаза измениться она бесконечно насколько я изменился за эту жизнь насколько я стал другим насколько я стал более искренним открытым искренним открытым насколько я стал опытным не убегая к себе а прибегая насколько я вернулся к себе и вот про это возвращение к себе на самом деле мы будем говорить сегодня на нашем стриме 18 часов наш стрим будет называться механизм веры и как его использовать вообще проговорить поговорим про этот механизм потому что когда мы ним механизм веры у большинства людей сейчас сработало про религию говорить будут а вот нихрена механизм веры это вообще не провелили механизм веры это про ответственность и про целостность и по-другому быть не может и вот в тот момент когда включается механизм веры просто когда он включается Вот как механическая конструкция Она включается Информация разделяется на два потока Все, с этого момента идет игра Вынесение ответственности Будет это через вынесение Бога Через вынесение дьявола Через вынесение мозга Через вынесение еще чего-то Какая разница через что? Ну пошла игра Ладно, об этом всем глубоко Мы сегодня вечером будем говорить на стриме Отвечать на ваши вопросы Но помните механизм веры и религия Это и связанная, и не связанная вещь Просто религия его юзает для того Чтобы спасти людей А еще сегодня у нас будет заявка на счастье В 20 часов Мы повторим снова Это у нас уже третий раз Мы повторяем заявку на счастье Мы немножко меняем психотехническую базу Каждый раз ее делая проще Проще почему? Потому что человек все равно Цепляется за любую сложность За любой крючок Который его ум начинает усложнять И он потом делает акцент Вот если это важно А я это не сделал Значит всю заявку я сделал неправильно И все И все обесценил И мы когда вот это видим Опять Опять Это опять-таки про механизм веры Вот вам пожалуйста В себя Когда человек потерял себя Потерял себя и дома никого нету Тук-тук Так вот мы опять упрощаем заявку на счастье Для того, чтобы сделать ее еще более эффективной Чтобы минимизировать зацепы ума Чтобы выключить вообще его на подходе Чтобы человек не обесценивал свою работу А пребывал в состоянии счастья Потому что именно из этого счастья Можно писать будущее Все остальные варианты нерабочие И пребывание в состоянии счастья Вот Недавно ты присылала Там какой-то ролик Я счастливая Я счастливая Я женщина Я в этих состояниях Ты дура ты Это не об этом Это не об этом Понимаете Ну пардон Потому что когда вы сами себе лжете 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 Пытаетесь изнутри достать через боль Потому что внутри болит У меня болит, болит, болит А я пытаюсь сделать вид, что я счастливая Это не про счастье Потом так больно может ударить Да Какой-то момент Здесь важно на самом деле Вот этот вот момент, когда вы действительно счастливая Когда вы счастливая, вы расслабленная У вас нет вот этой натужности Нет вот этого Знаешь, к чему нет? Нет эмоциональности Нет эмоциональности Это такое состояние счастья Оно просто балансное Когда тебя не качает Там Мне плохо Там я рыдаю Или я там А, я счастлива Бабочки-цветочки Нет В животе порхают Секса не было три года А тут вдруг случился Конечно, ты вся в бабочках будешь Но это не про это Это про балансное состояние Когда ты просто Пребываешь В гармонии В гармонии с собой Вот просто В ладу с собой Просто чувствуешь Солнце Чувствуешь жизнь Чувствуешь кайф И вот это Да И это на самом деле Вот знаете, как Такой штиль, да Казалось бы А внутри Такое счастье От этого штиля От жизни От жизни И в этот момент Ты полностью принимаешь себя Своё тело Ты любишь себя Ты осознаёшь себя Ты в гармонии с собой Ты целостен И в этот момент Вот вы можете даже сейчас Просто ощутить Как в этот момент Ты возвращаешься к себе По частичкам По кусочкам По световым частям Так И пошла сборка себя Потому что только в счастье Идёт сборка себя Только в счастье Возвращается ресурс Только в счастье Ты действительно целостен И знаете, что не позволяет Человеку Выдать быстрый результат Вот казалось бы Я говорю Здоров И он здоров Потому что в этот момент Когда ты Чётко знаешь Вот у него такой диагноз Да И ты знаешь, что он Неизлечим этот диагноз И ты знаешь, что уже Медицина не помогает И ты знаешь, ты знаешь У тебя внутри Рождается сомнение Веры в себя У тебя внутри Находится пустота Которая откликается Какой-то траектории Она просто раз-раз-раз И складывается в траекторию В разрыв Через этот разрыв Утекает сила И поэтому твой результат Не стопроцентный А вот надо эти разрывы Все убрать Полностью Потому что луч Внимание туда уходит Луч внимания туда уходит В пустоту Вот в эту Чтобы заполнить Интересно Надо это на курсах Вот Об этом потом расскажем Это целый механизм И это откликается Через наше физическое тело И это мы делаем Через свое тело И если мы сказали Здоров Да То дальше Другого варианта нет Все Якорь поставлен Вы просто знаешь Все здоров И дальше надо Выставить якорь Чтобы вот эта Ся изменилась Под вот эту точку Все Человек вот так вот Человека знаешь Здоров А человек начинает Раздвигать Эти Не-не Вот мне еще Вот эту вот пустоту И вот я здесь Создала Игру Какую-нибудь И мы так Хлоп Здоров Кстати на эту тему И вот это Подожди И вот это Хлоп Мы тогда Здоров И мы Словами такими Очень Точечными Иголочного Прямо попадания Которое Человек воспринимает Что вы такие Говорите вещи Но в то же время Сжимается Сжимается Страшно Больше Но он сжимается При этом Да Он меньше Он сжался Но он сжал силу в себе Он убрал Вот эти пустотные части И его эго Заткнулось И вот эти моменты На самом деле Вот это Тонкие моменты Но этому надо Учить детей Я Я вот сейчас Работала со своим сыном Еду в машине И он там Кашлять начал Сопли пустил Все вместе И я так сижу Говорю так Мы играем в игру Болезнь или здоров Я в школу идти не хочу Я говорю Ну прекрасно Давай в школу Не пойдем Само собой А болезнь выключим Тебе не надо Для этого болеть Давай разделим И он так сидел Сидел Как в школу можно найти Не пойти Не болея Я говорю Можно И сегодня зафиксировала Я ему сегодня Не пустила в школу А он к вечеру Вообще ни одного кашля Все выключилось Заболевание Завтра он пойдет в школу Он пойдет здоровым То есть на собственном опыте Дать почувствовать Вот То есть смотрите Выключаем И не надо играть в болезнь Зажималось Вот это вот Зажималось Я не хочу в школу Вот мне не хочется И автоматически В психике у него Сразу Раз Накладывается болезнь Все Пошла болезнь А когда он узнал Что можно не болеть Разделили Расслабление Это можно попробовать А здесь конкретно Принимаем решение Нет, мы не болеем Наоборот Еще объясняю Что болеть невыгодно Ты же потом там с другом Не сможешь на велике кататься Зачем тебе это надо Чтобы дома сидеть Ты что Чтобы лекарства сжирать Это вообще тебе не надо И уже когда Ребенок эти вещи осознает Вот эти моменты Моменты разделения Внимания Они же потом Во всей жизни отразятся Он потом точно так же Будет поступать в жизни Вот я выключаю Мне это не надо А вот это надо Вот я вот это делаю Для того, чтобы вот это Вот эти вещи Можно разделять На самом деле Это есть осознанность Он уже будет осознавать Он уже Он как Как это Мух от котлет Или как это Отделять уже Отделять, да Но на самом деле Это моменты воспитания И это другое воспитание По сравнению с тем Как сейчас Принято в социуме Потому что Зажать, ограничить Ты должен Мамы контролируют Уроки проверяют Мамы там То, мама там Непозволение Да, кстати Непозволение Ребенку самому Делать уроки Нету Ты должен Хорошо учиться Вместо Вкладывания любви Интереса Ребенку И вот этого Расширения Ребенок сам будет учиться Ему будет интересно И следующий вопрос От чего Зачем от школы защищаться Там же дети Там же интересно Там же занятия Там же можно освоить Этот предмет Этот Значит надо Интерес к тому предмету Где стало сложно Открыть И так далее Это просто Это просто Вообще не делается Это другой подход Это больше Уделить внимание В тот момент Когда пропал интерес Когда луч внимания Его рассеялся На чем-то Либо же зацепился За какое-то Больное слово Либо там За какую-то обидку И вот эта обидка Она сейчас Поставила преграду И можно Распылить вообще Все внимание Что он вообще В школу ходить Не захочет До 11 класса А можно наоборот Убрать это И показать Это же ерунда По сравнению с тем Показать свободу Вот А школа классная На самом деле Дети классные Учительница классная Вообще супер Это же интересно И это интересно Это развитие Это образование Да Да-да-да Поэтому И вот сейчас мамы Которые включаются Вот этот процесс Игры с детьми Очень многие мамы Которые Не доучились Сами в школе И они сейчас Самоутверждаются За счет своих Собственных детей И потом И мамы болеют И дети болеют И аутизм Начинается с этого И Да Это все об одном На самом деле Это все Про отсутствие счастья В жизни И Когда отсутствует Счастье Это место заполняется Через подкачивание Других состояний А другие состояния Приходят В нашу жизнь По одному каналу Есть только один канал Подкачки этой информации Это ложь самому себе А ложь самому себе Рождается в тот момент Когда луч внимания Затормозил на чем-то Остановился Плато лени У нас это проявлено Жизнеленью Лень Ложь И понеслась игра Вот инфодайвинг Эти все механизмы Описывает Рассказывает Чтобы люди Осознавали Чтобы они могли Замечать это за собой И чтобы осознанно Могли менять Свою жизнь Вот такие Наши новости На этой неделе Возможно Они не были Такими Яркими Наполненными Душесчипательных Писем И рассказов Про детей И истории И так далее На самом деле Эти истории Как шли Так идут Как писались Так и пишутся И можно открыть телефон И позачитывать В день много таких историй Приходят Позачитывать сообщения Но мы решили Этот выпуск И сделать другим Немножко да Изменить его Вот нам так захотелось Нам так интересно было Нам так интересно И так Сегодня До встречи Во время эфира 18 часов До встречи Приходите